А вот как обстоят дела с фэшн-иллюстрацией в Украине, мы решили узнать на кафедре художественного моделирования костюма Киевского национального университета технологий и дизайна. Кафедра художественного моделирования костюма ежегодно выпускает почти 50 потенциальных дизайнеров одежды. По словам заведующей кафедры Татьяны Вадимовны Николаевой, все студенты мечтают прославиться и открыть одноименный дом моды. Недостаток средств в украинской модной индустрии будущих звезд дизайна не пугает. В обязательной программе кафедры изучение рисунка и графики, то есть основ модной иллюстрации. Подготовка университета дает возможность каждому студенту профессионально заняться иллюстрацией, если вдруг не сложится с дизайном одежды. Ну, надо отметить, что вообще специальности как таковой, фэшн-иллюстрейшн, у нас, к сожалению, нет официально. Но наши студенты, которые будут заниматься моделированием, они в обязательном порядке изучают все предметы, которые направлены на владение способностями грамотно подавать свои идеи, образы костюма, эмоциональное впечатление от костюма. Конечно, наши выпускники работают после окончания института и достаточно много в этой области. Только вот с 90-х годов началось как бы возрождение в модных журналах умения подать свою идею в виде иллюстрации. Это очень важно, потому что фотография, она не передаст эмоции автора. Она скорее передает эмоции того, кто делает эту фотографию. А вот как раз те эмоции, которые переживал автор, создавая свои модели, то впечатление, которое он хотел передать людям, оно ярче всего выражается именно в его рисунке. Несмотря на то, что в Украине специалисты в сфере иллюстрации не так востребованы, как на Западе, и у нас в стране тоже есть молодое поколение талантливых фэшн-иллюстраторов. Дина Линник – выпускница уже знакомой нам кафедры художественного моделирования костюма. В дальнейшем Дина стремится стать дизайнером одежды, но пробует себя и в качестве иллюстратора. Говорит, что деньги на этом в Украине заработать нельзя, но все идет к тому, что иллюстрация становится все более востребованной. Это будет развиваться, потому что сейчас все развивается в этом направлении, и возникают новые журналы, и, я думаю, возникнет потребность в этих профессиях, потому что это интересно тоже не только в фото, в фэшн, но и в фэшн-иллюстрации. Она как бы дает новые возможности для журналов. Интереснее смотреть, когда это не только фотографии, но и какие-то интересные коллажи или картинки, или адаптации каких-то костюмов в виде рисунков. Допустим, не все журналы могут найти качественную фотографию, допустим, какого-то там иностранного дизайнера, вот его одежды. И они заказывают у иллюстраторов, вот нарисуй нам, допустим, этот костюм, как ты его там интерпретируй на каком-то таком человеке, то есть что-то придумай, и отсюда и появляется вот эта вот востребованность. Полина Медведева, пока что единственный в Украине иллюстратор с серьезным портфолио. На счету у молодой девушки работы для русского ВОК и офисиеля, Лилии Пустовит, Концепстор Ателье-1 и даже зарубежных дизайнеров. Иллюстрацией Полина профессионально занимается целых 7 лет, но недавно решилась на создание линии украшений. Естественно, все эскизы своих изделий девушка рисует самостоятельно. В мире есть огромная история фэшн-иллюстрации, а в Украине этой истории нет. У нас нет именитых фэшн-иллюстраторов, скажем, как в Европе или там на Западе. Только на фэшн-иллюстрации можно заработать в Европе, у нас еще нет, потому что у нас все-таки рынок только-только начинается, не очень много изданий, возможно, но он не очень большой. Не все наши издания понимают, что иллюстрация настоящая стоит больших денег, и в Москве, например, проще с этим. То есть одна иллюстрация может стоить 10 раз больше и 20 раз больше, чем здесь. И фэшн-дэй совместно с торговой маркой Стив Мэттен объявляет фэшн-конкурс в топ-10 New Faces. Мы открываем новые линии и продвигаем любителей. Это шанс для начинающих моделей получить достойное портфолио. Классный призывок Стив Мэттен и профессиональное портфолио от студий Айкад на Добрый. Детали на сайте www.tom10.ua Далее в программе. Уникальная коллекция Дома Диор, полностью посвященная иллюстрации. Последняя кутюрная коллекция Джона Гальяна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин